пророчество преподобного лаврентия черниговского о последних временах стяжавший обильно всесвятого духа божия старец лаврентий часто беседовал со своими чадами о последних временах предупреждал что нужно быть бдительными и осторожными так как антихрист близко батюшка говорил вот сейчас голосуем то левой рукой брось это ничего да еще не за одного во всем мире а если будут голосовать за одного это уже он самый и голосовать нельзя говорил преподобный что такая будет война всемирная что никто нигде не останется разве только в ущелье и будут драться и останутся два или три государства и решат давайте изберем одного царя на всю вселенную и изберут и последние времена истинные христиане будут ссылаться а старые немощные пусть хоть за колеса хватаются и бегут вслед за ними о грядущем антихристе просвещенный святым духом старец говорил такие слова будет время когда будут ходить подписывать за одного царя на земле и будут строго переписывать людей зайдут в дом а там муж жена дети и вот жена станет уговаривать супруга давай подпишемся у нас дети ведь ничего же не купишь для них а муж скажет ты как хочешь а я готов умереть но за антихриста подписывать не буду такая трогательная картина будущего придет время говорил преподобный отец лаврентий когда и не действующие закрытые храмы будут восстанавливать оборудовать не только снаружи но и внутри купола будут золотить как храмов так и колоколин а когда закончат все наступит то время когда воцарится антихрист молитесь чтобы господь продолжил нам еще это время для укрепления потому что страшное время ожидает нас всех и видите как все коварно готовится все храмы будут величайшим благолепии как никогда а ходить в храмы нельзя будет антихрист будет короноваться как царь в иерусалимском великолепном храме с участием духовенства и патриарха будет свободный въезд и выезд из иерусалима для всякого человека но тогда старайтесь не ездить потому что все будет сделано чтобы прельстить антихрист будет происходить от блудной девы еврейки 12 колена блудодеяния уже отроком он будет очень способным и умным особенно с тех пор когда он будучи мальчиком лет 12 гуляя с матерью по саду встретиться с сатаной который выйдя из самой бездны войдет в него мальчик вздрогнет от испуга сатана скажет не бойся я буду помогать тебе и из этого отрока созреет в образе человеческом антихрист при его короновании когда будет читаться символ веры он не даст его правильно прочесть где будут слова иисуса христа сына божия он отречется от этого и признает только себя и при этом патриарх воскликнет это антихрист и за это будет умерщвлен патриарх при короновании антихрист будет в перчатках и когда будет снимать их чтобы перекреститься то патриарх заметит что у него на пальцах не ногти а когти это послужит к большому уверованию что это антихрист сойдут с неба пророки енох и или я которые также будут всем говорить что пришел антихрист это антихрист не верьте ему и он умертвит пророков но они воскреснут и вознесутся на небо монахиня и в лампе в доме которой святой жил во время закрытия монастыря сохранила в памяти это было в 1939 году батюшка целую ночь разговаривал с кем я разобрать не могла зайти и посмотреть не посмела утром батюшка сказал матушка у нас были гости и ты этому свидетельница я спросила кто а старец радостно ответил пророк божий или я и праведный енох они со мной беседовали о последних судьбах мира россии православном царе и антихристе и еще сказали что придет со мной беседовать святой апостол иоанн богослов в 1949 году ночью святого старца лаврентия удостоил посещением евангелист иоанн богослов это было 26 сентября по старому стилю они беседовали около семи часов святый евангелист дополнил сказанное пророком или ей и праведным енохом и поведал о явлении креста господня воскресение мертвых и страшном суде христовом антихрист будет обучен всем сатанинским хитростям и будет давать ложные знамения его будет услышать и видеть весь мир одновременно святой угодник божий свидетельствовали архиепископ симон архиепископ феодосии епископ иаков и архимандрит феофан говорил блажен и треблажен тот человек который не пожелает и не будет видеть богомерзкого лица антихриста кто будет видеть и слышать его богохульную речь его обещание всех земных благ тот прельстится и пойдет ему навстречу с поклонением и вместе с ним погибнет и будет гореть в вечном огне они же спросили старца как все сие будет святой старец ответил со слезами на святом месте будет стоять мерзость запустения и показывать скверных обольстителей мира и они будут обманывать людей отступивших от бога и творить ложные чудеса и после них явится антихрист и весь мир увидит его одноразово отцы вопросили святого где на святом месте в церкви преподобный ответил не в церкви а в каждом доме в углу где стоят и висят сейчас святые иконы будут стоять обольстительные прилады для прельщения людей многие скажут нам нужно смотреть и слушать новости вот в новостях то и явится антихрист он своих людей будет штамповать печатями будет ненавидеть христиан начнутся последние гонения на душу христианскую которая откажется от печати сатаны сначала начнутся гонения на иерусалимской земле а потом по всему миру прольется последняя кровь за имя нашего искупителя иисуса христа из вас чада мои многие доживут до этого страшного времени печати будут такие что сразу видно будет или принял человек или нет ничего нельзя будет не купить не продать христианину но не унывайте господь своих чад не оставит бояться не нужно церкви будут но христианину православному в них нельзя будет ходить так как там не будет приноситься бескровная жертва иисуса христа а там будет все сатанинское сборище и вот за это беззаконие земля перестанет родить от бездожия все потрескается даст такие щели что человек может упасть них христианин будет гонимый а христиан будут умерщвлять или ссылать пустынные места но господь будет помогать и питать своих последователей евреев также будут загонять в одно место некоторые евреи которые истинно жили по закону моисея не примут печати антихриста они будут выжидать присматриваться к его делам они знают что их предки не признали христа за мессию и здесь так бог даст что глаза их откроются и они не примут печати сатаны а признают христа и будут царствовать со христом а весь слабый народ пойдет за сатаной и когда земля не даст урожая люди придут к нему с просьбой дать хлеба а он ответит земля не родит хлеба я ничего не могу сделать воды также не будет все реки и озера высохнут это бедствие будет длиться три с половиной года но ради избранных своих господь сократит те дни в те дни еще будут сильные борцы столпы православия которые будут под сильным воздействием сердечной иисусовой молитвы и господь будет покрывать своей всемогущей благодатью и они не будут видеть тех ложных знамений которые будут приготовлены для всех людей еще раз повторяю что ходить в те храмы нельзя будет благодати в них не будет одна сестра слушая эту беседу спросила как быть не хотелось бы дожить до этого времени а ты молодая можешь дождаться сказал старец как страшно а ты выбирай одно из двух или земное или небесное будет война продолжал батюшка и где она пройдет там людей не будет а перед этим господь слабым людям пошлет небесное знамение а при антихристе смерти не будет и война 3 всемирная уже будет не для покаяния а для истребления сестра говорит хорошо что война потому что к числу мучеников будут причислены а батюшка возразил нет если верующие и омоются кровью то причстутся числу мучеников а если неверующие то пойдут в ад так это и погибнуть можно сказала сестра а батюшка ответил слабых господь заберет а другие очистятся болезнями будут такие что на войне омоют грехи своей кровью и причстутся к числу мучеников а самых сильных господь оставит для встречи с ним и пока не восполнится спасающимися число свидетелей божиих разоренное от падения части ангелов господь не придет судить но последнее время господь и живых записанных книгу жизни причислить к числу ангелов недостающего счета от павших ремонт и храма будут продолжаться до самого пришествия антихриста и везде будет благолепие небывалое говорит старец а вы для нашей церкви в ремонте будет умерены в ее наружном виде больше молитесь ходите в церковь пока есть возможность особенно на литургию на которой приносится бескровная жертва за грехи всего мира почаще исповедовать и причащайтесь тело и крови христовой и вас господь укрепит господь милостивый он тех евреев которые откажутся принять печать антихриста и воскликнуть что это обман а не мессия спасет батюшка беседовал с ира диаконом георгием на последнем времени горько плакал и говорил много духовенства погибнет при антихристе отец георгий сказал как же мне не погибнуть в я ведь я же диакон батюшка ответил не знаю тогда отец диакон стал плакать и упал батюшки в ноги просить чтобы помолился за него дабы избежать ему ада старец помолился и сказал ладно вот так бывает заболел на голову и умер и в царство небесное вошел прикровенно сказанное старцем исполнилось мы знали этого диакона по киево-печерской лавре он был очень добродетельный монах вдруг заболел на голову и в скором времени умер батюшка часто сокрушался со слезами полна бездна людских душ и на землю вытянут бездну все бесы повылазят и будут в людях которые не будут ни креститься не молиться а только убивать людей а убийство первородный грех бесы будут стараться как можно больше людей прельстить этим грехом